девушка давайте я повторю чтобы понять это самое то есть первый вопрос почему у меня крест на футболке второй вопрос почему у меня флаг ссср и почему я живу в америке давайте как говорится выстроим логики и так крест у меня потому что я крестоносец флаг ссср потому что он я родился в ссср а живу америке потому что это у меня место жительства ну а вы получается переехали я давно живу в америке вы давно живете в украине я не живу в украине а где вы живете донецк а вы в донецке понятно слава богу что вы теперь вы уже не в украине за донецк я очень за донецк спасибо как у вас там обстановка девчонки все уже выгнали в этих которые бандеровцы смысле у вас еще по-прежнему грохочет до меня когда ребенка рожала короче я думал вообще буду жить подвале слава богу все обошлось да ладно да нифига себе я честно говоря немножко не понимаю почему так говорится не вышибли и подальше их чтобы вы уже вздохнули ну наверное так надо не знаю я тоже думаю что будет все нормально поэтому я вот тут как говорится по возможности пытаюсь поменять мозги некоторым промытым иногда получается иногда нет сами же понимаете одно дело как говорится уничтожить их не военные объекты а самая поганая как было еще мозги поменять ну что тут сказать прикольная девчонка хочется честно говоря ее поздравить с тем что ребенок у нее уже родился в днр они в фашистской украине и это правильно так что еще раз прими наше поздравление думаю все с этим согласитесь прикольно честно говоря да корица и освобождение и новая жизнь уже в новой но относительно новой и уже в общем то свободной республики ладно мы идем дальше мы сейчас нациков этих уберем там кто-то сядет пусть он должен быть не прорастись и пусть он будет даже не зарасти просто чтоб адекватный был чтобы не плодил вот это вот нациков этих не плодил а там уже живите как хотите и живите со своими кредитами а кто захочет тот уедет нормально жить если кредиты останутся по-прежнему как говорится которые надо выплачивать это и есть как говорится зависимость тут надо обнулять все и обнулять финансово тоже поэтому естественно россии украина нафиг не нужно от просто нужно как нейтральная страна это само собой но обнули в почему-то его и подождите подождите дать я скажу смысл то поэтому-то его и во всем мире особенно в америке на эту тему потому что они прекрасно понимают что если россия зайдет потом обнулить все это дело то все вложенное туда понимаете плюс страна которая отмывает кучу бабла прекратит как говорится но вот это вот даже не то что это украина просто это вот это вот шанс где мы отмываем бабло понимаете вы же про откаты давно все знаем да вот они сейчас тоже какие-то миллиарды в помощь украины это называется что последний как сказать такой вариант где очень можно серьезно заработать это невероятная сумма бабла которая должна вот сейчас в помощь украине она что туда дойдет что ли нет конечно это или называется дойдет и выйдет куда-нибудь уйдет пойти и вот это все уже заранее как говорится вот эти инвестиции это не инвестиции что что-то построено это просто вот мы вам дали кредит чтобы вы на этот кредит у нас чего-то купили но вы нам должны то есть понимаете и тем самым страну они под себя никому сами понимаете есть какой-то остров да вот я его купил а потом кто-то мне мешает им пользоваться естественно будет вой вот и все вот поэтому в этот мировой а там знаете неизвестно на кого упадет там же еще европа облизывается там на украину где бы какой кусок откусить до европе кусок там тоже не нужен они прекрасно понимают что зависимость границы стоят потому что там же есть и польские территории которые раньше были они уже стоят они на границу стоят на границу стали на границе ждут когда россия все сделает а они потом отхватят потому что у них вот там какие-то области там как бы ну действительно более-менее чисто там без нас как только ну как бы будет войск нет войск нет азова нет войск нет мы же не идем там с мирными воевать там мирных убирать а азов айдар и господи в силу ну в силу чаще всего сдаются сейчас еще вот эти добровольные я вот парнишками разговаривали и они как этот они ну вот игру ну мальчики но вы же молоденькие совсем вам чупать лет по 20 вы говорите студенты молоденькие совсем ну русские же придут но мы вот здесь окопались но угры окопались хорошо родину защищать от кого но вот они мирных я говорю вы посмотрите видео это живот youtube блоге ваших живут жители мариуполя харькова они сами выкладываются не российские новости ваша жизнь жители выкладывают выпасы придет русский солдат но мальчики вам жить и жить еще вам детей там рожать вам там работать и жить и радоваться не берите оружие не берите очень многие думают что у него пять жизней как в компьютерной игре компьютерной игры сделали свое дело поверьте мне вот такая вот штука спасибо вам за разговор мне уже надо бежать у меня заканчивался обед у меня обеденное время вам счастливенько не вам также пока подождите а почему бы вы не хотели учиться в советской школе она во первых была бесплатно и образование там было в тысячу раз лучше у меня не бесплатно у нас школы нет я говорю что советские школы были бесплатно и почему бы вы не хотели учиться в советской школе где не только бесплатно и было кстати обучение но даже учебники можно было взять как говорится но на год библиотеки во многих школах такое было во многих не было но высших учебных заведениях и средне технических точно было почему нет почему вас вы думаете что советская школа была хуже чем американская допустим поверьте мне вот я живу в америке гораздо лучше а ты давно в америке очень давно до давайте я не буду перечислять потому что это будет долго поэтому я насмотрелся поэтому я вам говорю я делюсь с вами заметьте не мнением а уже опытом